Ребята, всем привет! Сегодня я хочу вам показать для чего делается электрохимзащита газопровода. То есть почему это все делается, для чего вставятся диэлектрические втулки, для чего нужны изолирующие фланцевые соединения, то есть для чего газопровод отделяют от газопровода земляного. Как известно, у нас в земле имеется целая куча блуждающих токов. Эти блуждающие токи попадают во все металлические конструкции, которые находятся в земле. Кроме того, на наши газопроводы, водопроводы очень часто в сантехнике заземляют всякие стиральные машинки и, в общем-то, какие-нибудь электроприборы. И это происходит зачастую из-за того, что у нас в квартирах либо домах очень часто нету нормального заземления. Поэтому газовщики придумали на подъемах и спусках из земли, на мостах и эстакадах, в общем-то, везде ставятся какие-либо изолирующие фланцевые соединения. И эти изолирующие фланцевые соединения выглядят приблизительно вот так вот. То есть здесь идет втулочка, 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 то есть на всех болтах, со всех сторон здесь идет у нас втулочки. Посередине резиновая прокладка и это вроде как, но я конечно понимаю, когда дождь не идет, это в принципе изолирующие соединения. Ну, когда дождь идет, понятно, все токи будут попадать у нас на газопровод. Также это изолирующие фланцевые соединения может выглядеть просто вот как фланец. То есть выходит газопровод из земли, там фланец стоит, на нем втулочки, то есть, ну, я думаю, вы такое часто видите где-нибудь у себя в населенном пункте. Так вот, если такого соединения изолирующего фланцевого нет, то на газопроводе буквально могут появиться искры. Так что, ребята, если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на новые видео. Всем пока, друзья!